Яблочный Спас – это народное название праздника Преображения Господня. В этот день принято освящать яблоки и угощать ими родных и близких. Именно с 19 августа, по народным приметам, чувствуется приближение осени, то есть ночи становятся прохладнее, таким образом преображается сама природа. А в храм сегодня действительно шли с корзинами и сумками. Плоды ждали своего освящения, пока звучала праздничная литургия. Прихожане в очередной раз узнали, почему праздник называется Преображение. Как рассказывается в Евангелии, Иисус Христос в сопровождении учеников Петра, Иакова и Иоанна поднялся на гору Фавор, где состоялось его преображение. И просияло лицо его, как солнце, одежды сделались белыми, как снег, написанное в Библии. Вспоминая благодатный свет преображения, церковь напоминает нам о христианских ценностях. Быть человеком – это значит быть созданным Богом с разумом великим, с любовью великой и с великой душой. Вот к чему мы должны стремиться. И вот именно фаворский свет, вот тот праздник, который мы сегодня, почему называется преображение. Человек должен преображаться, но он должен преображаться в лучшую сторону. То есть светить земное перебивает духовное и небесное. Вот в частности, те плоды, которые в этот день принято приносить, освящать. Вот люди все больше и больше делают упор на освящение этих плодов, а не на саму суть праздника, что, конечно же, неправильно. А правильно в любых обстоятельствах учит прихожан-настоятель храма дарить тепло и любовь окружающим. И четко знать, куда и к чему стремиться. Приходят в церковь люди абсолютно разного возраста. Приходят, чтобы еще раз услышать о духовном. Не так уж часто, но иногда ходим. Ну, ходим, конечно, чтобы ночок был здоровый, крепкий. Конечно, это очень хорошо, когда воспитываешь детей в православии. В завершении праздника состоялось торжественное благословение принесенных плодов и окропление прихожан святой водой. Елена Сецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.